Война заставила повзрослеть житель Монина Влада Зарнич. В 12 лет семьёй, в который было 9 человек, попал в фашистский концлагерь. Возволяли из плена людей югославские партизаны. С ними в августе 1942 года ушёл в партизанский отряд Влада, который к тому времени потерял в бою отца. Мать погибла в концлагере. В свой 90-й день рождения участник Великой Отечественной войны Влада Зарнич те события помнит отчётливо, как будто не было 75-ти послевоенных лет. Ветерана с годовщиной поздравил глава городского округа Щёлкова Сергей Горелов. Вам в жизни выпала очень нелёгкая доля, и начало её легло на ваше детство. Вы были в немецких концлагерях, потом принимали участие и сражались в составе партизанского отряда в Народно-освободительной армии Югославии. Знаю, что были ранены, но достойно исполняли свой долг и заслуженно были удостоены орденов и медалей. И самое главное, что вы делали, вы всегда передавали свой жизненный опыт и отношение молодого поколения к стране. Влада Зарничу первому в городском округе Щёлкова глава вручил от имени президента Владимира Путина юбилейную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне» и передал подарки от губернатора Андрея Воробьёва. Я очень вам благодарен, что вы пришли, поздравили, вручили такие подарки. Поэтому спасибо вам ещё раз. Но вы не умаляйте своих заслуг? Вы в годы Великой Отечественной войны уже были под поручиком? Да. Говорите, рядовой. В 14 лет я был сержанта, а по-нашему, по-сербски это значит водный. Это не сводный, вот по-русски, а водный человек, который вводит войска в бой. Служил Влада Душанович в Народно-освободительной армии Югославии. Наравне со взрослыми ходил в разведку, сражался в окопах, три раза попадал в окружение. Воспоминания о детстве Влада изложил в своей книге «Югославия в огне. Казара». Считал, что моё место в отряде, где я и продолжал воевать. Ну, это был я в начале 7 полка, а потом уже по мере того, как рос, значит, возглавлял отделение. Вначале я был связным, потом отделение, которое обслуживало штаб, командира, а потом уже стал молодёжным руководителем батальона. Это уже офицерская должность, где я уже начал воспитывать молодёжь. За храбрость и заслуги бесстрашного парня наградили орденом Великой Отечественной войны, а также Югославским орденом «Заслуги перед народом» и медалью «За храбрость». Победу Влада встретил в 15 лет в звании подпоручика, что по рангу не ниже младшего лейтенанта. Когда я должен был присягнуть Советскому Союзу, русскому народу, я так и сделал. Потому что считаю, не будь Советского Союза, не будь русского народа, советского народа, не было бы победы, не было бы того, что мы сейчас имеем. После войны Зернич остался в России, выучился на штурмана, преподавал в Монинской военно-воздушной академии. Сегодня Влад Душанович переживает, как он сам говорит, вторую жизнь ветеранской организации. Рассказывает молодёжи о Великой Отечественной войне, которая заставила его уж очень рано повзрослеть. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение.